Теперь от трёх точек АВС перейдём к четырёх точкам. Сколько сразу станет элементов? 24. На четырёх точках элементов, безусловно, 24. Так вот, ребята, я поленюсь выписывать полную решётку. Но один действительно интересный гомоморфизм, для того чтобы вы поняли, что гомоморфизм – это не всегда скучно. Один интересный гомоморфизм я сейчас вам покажу. Итак, пусть есть все перестановки на четырёх элементах. Что такое перестановка? Это вот есть у нас числа, а именно у нас четыре. И они куда-то переходят. Давайте поймём куда-то. Единица переходит в любое из четырёх чисел. Ну, не знаю, например, в тройку. Двойка переходит в любое из оставшихся. Ну, не знаю, например, в себя. Тройка переходит либо в единицу, либо в четвёрку. Ну, например, в четвёрку. Четвёрка автоматически здесь переходит в единицу. Каким способом можно эту перестановку записи? А вот, например. Дело в том, что рисовать вот такую схему, ребята, каждый раз самостоятельно тяжело. Ну, или никак. В наше время не очень тяжело, потому что современные компьютеры, в общем, легко справляются с такого типа рисунками. В старое время, когда издавали книжки, в общем, обученным набором, это было ужасно. Потому что набирать такую картинку, я не знаю, вы знаете вообще, как в старое время все картинки в книжке присутствовали, да? Это же было что-то совершенно чудовищное. Так вот, поэтому есть такая естественная, быстрая система обозначений. Смотрите, вот единица, она переходит в тройку. Так мы возьмем и напишем через запятую тройку. А тройка переходит, знаете, куда? В четверку. А четверка переходит куда? В единицу. В единицу. Мы их не будем писать. А мы просто поставим здесь скобки в знак того, что это цикл. Итак, кстати, больше часто даже запятую забываю написать. Один в три, три в четыре, а четыре в один. Так, а теперь двойка сама на себя. Так вот, опять, вопрос. Какие, в принципе, на четырех точках бывают типы перестановок? Да. Это как поставить четырех людей за два стола? Бывает за два стола, а бывает и за четыре стола. Вот это тождественная установка. Согласны? Отлично. А еще бывает цикл из двух элементов. Скажите, пожалуйста, сколько таких циклов в штуках? Сколькими способами можно выбрать два элемента из четырех? Ну, число сочетаний из четырех. Число сочетаний из четырех основ, да? Потому что здесь любой из четырех элементов, здесь любой из трех, получается 4 на 3, 12, но поскольку порядок их не важен, 26. Отлично. Еще бывают циклы из трех элементов. Четыре. Не вполне. Давайте смотреть. Букву А можно выбирать из любую из четырех, правильно? После этого букву В любую из трех. После этого букву С любую из двух. И еще можно прокрутить, потому что АВС, ВСА и САВ это одно и то же. Значит, надо еще раз делить на. Сколько всего получается? Восемь. Ужасно интересно. А сколько циклов из четырех двух? Ну, смотрите. А это четыре места, потом три, потом два, потом один и четыре. Сколько всего получается? Шесть. Шесть. Так, еще бывают? Нет. Циклы из двух, циклы из трех, циклы из четырех. И это аж действия перестановка. А можно добавить пустой ножки? Что такое пустой ножки? Не понимаю. Ну, перестановка какая-то есть. Слушайте, сколько будет? Шесть, восемь, шесть и один. Двадцать и один. Опа. Три перестановки куда-то исчезли. Три перестановки куда-то исчезли. Но может быть не совсем трагедия? Да. Мы выписали все перестановки? Что? Один, два, три, четыре. Имеется в виду, что когда у нас такая перестановка, то это вот такая. Да. И когда такая, что? Обрат в скобках цеда. Молодец. Конечно. Конечно, мы забыли вот что. Когда это два цикла. Каждый из двух элементов. Давайте посмотрим, сколькими способами можно четыре элемента разбить на две пары. Смотрите, вот один способ. Что еще есть? Ну, горизонталь. Вот второй способ, да? И? И? Детанное. И детанное. Действительно, таких сколько? Три способа. И теперь все зажим. Отлично. Отлично. А вот теперь, господа, смотрите, какая ситуация. Я утверждаю, что в группе всех перестановок на четырех элементах есть подгруппа, которая, между прочим, настолько замечательна, что даже приобрела собственное название. Четверная группа клейна. И она, ребята... Так, кто клей? Клей – великий математик немецкий. Жил в XIX веке. Совершенно замечательно. Один из создателей неевклидовой геометрии. Ну, действительно, она действительно замечательная вот эта группа. Так вот, господа, я сейчас выпишу четверная, значит, две и четыре элемента. Я выпишу сейчас эти самые четыре элемента. Ну, во-первых, никуда не денешься. Во-вторых, один, два, три, четыре. И, наконец, один, четыре, два, три. Я обозначу вот эту вот, я обозначу B, это C, а вот это вот D. Для краткости. А что такое А, тогда? Ну, А это просто тут, поэтому я не буду написать. Итак, B, C, D. Вот. И, естественно, что мы сейчас с вами просто заполним таблицу умножения. Вообще, важно понимать, что любая группа, в конечном счете, это просто ее там лицо умножения. Это просто то, как устроена, как устроена групповая операция. Итак, здесь вот ИД, здесь наши А, В, С. Отлично. ИД умножить на ИД, это ИД. ИД на что-то хочешь умножить, оно остается. Так что, на самом деле, все никак уж и страшно, да? Теперь, что такое, внимание, что... А что такое А, нет, извините, это я уже так. Так, здесь у меня C. Аксессия, смотришь. Здесь у меня C. Аксессия, смотришь. Да, что? А вот смотрите, то, что внутри таблицы принадлежит нашей группе. Да, да, да. Тогда почему нету... Смотрите, B, B сколько будет? Ну. Что? Почему нет столбца В, B? Там, почему нет столбца C, D? Потому что B, B, как ты сейчас узнаешь, выражается через наши элементы. Итак, B на B, что такое? И дальше, что B. Это 1, 2, 3, 4. Что такое другое B? Это 1, 2, 3, 4. Берете число 1. Оно сначала перешло в 2, а потом перешло в 1. Что оно сделало? Дернулось на свое место. Берете число 2, перешло в 1, а потом вернулось. Берете число 3, перешло в 4, вернулось. Это что такое, B, B? А? Ид, конечно. Так, Акс, С. Ид. А, В, Д? Отлично. А вот сейчас будем вычислять B, C. B, C это 1, 2, 3, 4. И 1, 3, 2, 4. Поехали. Берем 1, перешла в 3, 3, 4, 3, 4. Берем 4, перешла в 8, а 2 куда? В 1. Ух ты. Берем 2, перешла в 4, 4, в 3. Берем 3, перешла в 1, а мы по скобкам идем справа на лево и нельзя вернуться, да? Что? Когда мы идем по скобкам? Ну, когда мы делаем операции, мы, естественно, делаем операции с этой стороны. Потому что мы число и смотрим, как для него эти операции действуют. Вот это у нас было B, вот это у нас было C. Что получилось в качестве произведения? Д. Да, замечательно. Слушайте, а если бы я написал в обратном порядке? Если бы я написал 1, 2, не 1, 2, 1, 3, 2, 4, а здесь бы написал 1, 2, 3, 4. Тогда бы что получилось? Единица в двойку, двойка в четверку. Ух ты. Четверка сначала в 3, потом в 1. Ребята, что нам не научились? В общем, так, если вы внимательно посмотрите, то обнаружите, что здесь будет тоже D. Догадайтесь, по определенному, что здесь будет? B. Потому что должны все элементы присутствовать по одному разу. Так, а здесь B, ИД, Д, что здесь будет? B. Свой Ц. Д, С, ИД. Б. Д, Б, ИД, С, и все. Заметьте, если вы заполнили большую часть групповой таблицы, то остальное заполняется автоматически. Господа, если вы внимательно посмотрите на эту таблицу, то обнаружите, что четверная группа клейна – это то же самое, что остатки по модулю 2, взятые в прямой сумме с остатками по модулю 2. Вот представьте себе, что элемент B вы запишете как… Это классический ключ? Да. Определение четыре англой группы клейн. Что это такое? Еще раз. Это группа, элементы, которые… Это вот эти вот четыре перестановки. Даже не вспоминали. Такие. Вот это такое. Четыре перестановки. Так вот, я утверждаю, что это подгруппы. И она состоит из четырех элементов. И при этом, вот если записывать в аддитивной записи, смотрите, какая прелесть. B плюс C – это T. Вот давайте я нарисую. Рисую систему координат. Здесь вот горизонтальный вектор B. Здесь вертикальный вектор C, а по диагонали вектор – это D. Итак, B имеет координаты 1, 0, C имеет координаты 0, 1, а D имеет координаты 1, 1. И при этом сложение происходит по модулю 2. То есть, как только получаем 2, то пишем сразу на это место 0. И получается, что четверная группа клейна – это в точности группа, состоящая из этих четырех точек. Из нуля и БДЦ.